К нам на прямую связь выходит журналист Олеся Басман. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сейчас очень много, и в Латвии в том числе, говорят об информационной войне. В последнее время стали анализировать, как она осуществляется между Россией и Украиной. Вот насколько сейчас, как вы считаете, стороны, во-первых, эту войну ведут, и у кого преимущество, если так? Ну, учитывая то, что на сегодняшний день самая главная война не информационная, а реальная, физическая, информационная война уходит на второй план. Хотя она, конечно же, остаётся очень важной. И в информационной войне безоговорочное преимущество на стороне Украины, потому что на стороне Украины правда. И я вам хочу сказать, что начиная с 2014 года, с момента, когда Россия аннексировала украинский Крым, развязала войну на Донбассе, в мире информационная война была очень важна. И, к сожалению, к большому, несмотря на то, что на украинской стороне правда, логика, история, Россия во многих странах пыталась побеждать нас, потому что она вкладывала огромные деньги, нефтегазовые доллары, которые она не считала, коррупционные, в то, чтобы, собственно говоря, вести эту пропаганду не только у себя внутри, в России, а и по всём мире. Я много лет подряд говорю о том, что абсолютно необходимо отключать от любых каналов современной связи и доступа к массовой аудитории российских пропагандистов, которые являются одним из важнейших информационных оружий, которые бьют по мозгам людей. И это очень важная история, которая, собственно говоря, вот знаете, сначала ведь у них идут этот десант Соловьёва, Скобеева и Киселёва и так далее, которые своим говном орошают абсолютно всю землю, а потом по этой земле проходят их танки реальные, живые, а потом на эту землю уже падают их русские бомбы, которые убивают физически. Сначала они убивают информационно, смыслово, потом они убивают физически. Слава Богу, что западная цивилизация, от которой Россия, путинская Россия, отказалась уже 24 февраля, развязав широкомасштабную войну против Украины, потому что Путин забрал будущее у русских, он не только борется против украинцев, он абсолютно забрал, украл, убил будущее у всех русских, у русских детей, у нероддившихся русских детей, потому что он выбрал дорогу в прошлое, он выбрал тёмную сторону. И, собственно говоря, они хотели Советский Союз, который бы у них в романтических их представлениях воплощался в «Песнях у костра» и «Дешёвой колбасе», а они получили Советский Союз в виде туалетной бумаги, в виде газет и концлагеря, который выражается в том, что и на кухне нельзя анекдот друг другу рассказать, потому что в тюрьму тащат, потому что, слушайте, но если им это нравится, то пусть они так живут, но они же захотели, чтобы так жил и остальной мир, остальной цивилизованный мир. Так вот, вы знаете, хорошо, что сегодня Запад понял, что предлагает им Путин и что идёт за его нефтегазовыми долларами, которые они, кстати, не стеснялись брать. Слава Богу, что «Раша Тудей», что ютуб-каналы российских пропагандистов и федеральных СМИ, что соцсети этих пропагандистов стали или блокировать, или ограничивать, или отключать, потому что пришло понимание, насколько это важно, потому что пришло понимание, что когда человек понимает, что происходит, его тяжело одурачить, тяжело ему навязать какую-то повестку, понимаете? И это очень важно. На сегодняшний момент глаза открылись, Запад всё понимает. И слава Богу, что он сейчас помогает нам бороться не только в информационном плане, а и с точки зрения оружия, вооружения тяжёлого, с точки зрения финансовых ресурсов. Потому что, конечно же, сегодня Украина борется не только за себя, она сегодня щит, который защищает остальную Европу и защищает цивилизацию. У нас столкновение произошло. Прошлого, тёмного, мрачного, жуткого, уже вот такого, костяшки тянущего, высохшие к шее будущего. А будущее технологичное, информационное, светлое. И в конце концов, слушайте, я всегда говорила, если они так ругают Запад, если им не нравятся все эти технологии западные, если они считают вместе со своим Путиным, что интернет — это рассадник всего чего угодно плохого, а зачем им этот рассадник? Не давайте им возможности в этом рассаднике обдалбывать своей русской пропагандой и своим вонючим русским миром. Ну вот я хотел ещё вас, именно как журналисты и как профессионалы, потому что понятно, что все мы анализируем, в том числе и российских пропагандистов. На ваш взгляд, кто наиболее опасен? Потому что, ну вот говорят о самом известном — это Соловьёв. Но я слышал такую точку зрения, что Скобеева гораздо сильнее мотивирует определённую часть людей идти и воевать. Вот по вашему мнению, кто в топе вот этих самых опасных? Чтобы разбираться в сортах дерьма, его нужно пробовать. Я в нём не разбираюсь. Я считаю, что они все одного поля ягоды. Они все заслуживают и будут сидеть на одной длинной лавочке, скамье подсудимых, потому что реально они заслуживают, чтобы их судили, потому что они прекрасно понимают, что они делают, они прекрасно понимают свою роль и они прекрасно понимают, какое количество крови на их руках не выдуманной, не какой-то виртуальной, а реальной крови украинских детей, которых уже несколько сот убитых. Украинских детей, которые стали инвалидами, без ручек, без ножек, которые стали моральными инвалидами, потому что получили такие психологические травмы, которые будут напоминать о себе всю жизнь и повлияют на их жизнь. Какое количество женщин, мирных, убитых, растерзанных, изнасилованных, стариков, расстрелянные дома престарелых, расстрелянные роддома. Послушайте, ну то, что творят их солдаты, которые в том числе пошли туда, это же не Путин лично, многорукий, многоногий, который насилует, стреляет, убивает, пытки новые использует против мирных украинских людей. Он дал команду, но пошли это всё воплощать в изощрённой, в абсолютно жесточайшей форме все русские. Это они сюда пришли. Эти русские, которые до этого годы потребляли вот этот помёт, который производил Соловьёвска, Беева, Киселёва, их там много. А они за это получали и получают огромные деньги. То есть они получают деньги за эти убийства, они получают деньги за эту кровь. Это суд будет решать. И он обязательно будет, потому что их вина огромна. Вопросы приходят от наших зрителей. В частности, разделяете ли вы тех россиян, тех русских, кто за Путина и тех, кто против, потому что вот сейчас активные дискуссии идут на эту тему. То есть это коллективная вина всех россиян или только тех, кто поддерживает. Но и учитывая, что есть примеры, там Александр Невзоров и многие другие, которые с самых первых дней выступают против этой войны. Вот какая у вас позиция по этому поводу? Я считаю, что, конечно же, бывают исключения. И Александр Невзоров, большая умница, большой друг Украины, который стал гражданином Украины, я считаю абсолютно по праву, заслуженно, потому что он на сегодняшний момент является мощнейшим оружием против вот той самой русской пропаганды, ядовитой, губительной, о которой мы говорили. Он очень влиятельный человек, очень смелый человек, который не просто прозрел 24 февраля, уже сколько лет подряд, с 2014 года, он последовательно отстаивает проукраинскую позицию, он говорил, смело говорил, живя в России тогда, что Крым — это Украина, что это была аннексия, что на Донбассе воюет украинская армия с Украиной и забрала, аннексировала часть Донбасса. Ну и, собственно говоря, уже после 24 февраля, когда он, естественно, принял сторону Украины и сказал о том, что Путин — это преступник, против него в России возбудили уголовные дела, начали преследовать, и он не побоялся. Ведь человек же несёт ответственность не только за себя, он ещё несёт ответственность за своих близких, за свою семью, за своих детей, за жену, за каких-то родственников. Но он, понимая, что он потеряет всё, а он прожил до этого большую, длинную, успешную жизнь, ему было что терять в России. Он не побоялся, он не держался за этот тлен. Хотя, казалось бы, для кого-то состояние в разы-разы-разы меньше — это фактор того, почему нужно засунуть свой язык в жопу и молчать, и совесть заглушать подачками какими-то, понимаете? Поэтому он доказал своей позиции, своей работой, доказал всему миру, самому себе, что он, конечно же, на стороне добра. То, что касается большой дискуссии о хороших русских сегодня, я её не поддерживаю, потому что я считаю, что она сейчас неуместна. И вы должны это понимать, потому что, когда вы говорите с украинцами, вы должны понимать, в какой реальности находятся сегодня украинцы. Каждый день падают бомбы, каждый день гибнут люди, каждый день на оккупированных территориях людей пытают. И вот те перехваты, я просто призываю всех наших зрителей зайти на страницу СБУ и послушать те перехваты, аудиоперехваты, которые мы выкладываем. Государственные структуры — это не сфабрикованная история какая-то. Это обычные разговоры русских фашистов, которые пришли воевать в Украину со своими домашними, которые находятся в России, с мамами, с папами, с жёнами. Так вот, когда ты это слушаешь, у тебя волосы шевелятся на голове, потому что ты не понимаешь, это животный мир, это уроды, это монстры, это маньяки. Они обсуждают со своими матерями новые виды пыток, которые они испробовали на мирных украинских жителях. Их жёны говорят им, ну ты там давай украинских баб на силу, хи-хи, ну так, чтобы я не знала. И так далее. Понимаете, Оскар Уэльт сказал, что те, кто выбирают себе во власть негодяев, подлецов, преступников, они в итоге являются не жертвами режима, они являются соучастниками. К сожалению, сегодня, к сожалению, к счастью, но это реальность. Для всего цивилизованного мира паспорт гражданина России является клеймом фашиста. И так происходит, потому что много-много лет подряд российское общество ничего не делало со своей властью. Оно не вышло на Майдан, как выходила Украина много раз, ценой жизни, ценой свободы, ценой здоровья. Оно не удосужилось пойти на свободные выборы, не создать условия. Их всё устраивало. Понимаете? Да, конечно же, конечно же, есть процент людей в России, нормальных, которые всё понимают, которые боролись с этим режимом тоже много лет. Но этот процент настолько ничтожно мал, что он ничего не может решить. И, конечно же, эти люди сегодня тоже страдают. Потому что, вы знаете, я вот хочу о своих ощущениях сказать. Я 24-го, ну 25-го, ну 26-го, я наивно ждала, что когда весь этот ужас, который Путин начал, дойдёт до мозгов русских, ну многих русских, они не за Украину выйдут на улицы. Они просто почувствуют, что их задницы пригорают. Ну вот чувство самосохранения включится, и они поймут, куда он их ввергает. Ну что так, так не может быть. Что дальше всё, вот концлагерь у них, что пойдут гробы, что они мясо, что их детей будут перемалывать в мясорубке, а им рот даже не деньгами закрывать, потому что мы же видим, как Путин сегодня скрывает военные потери, у них пропавшие без вести. Почему? Потому что они не хотят платить. А просто даже сиди и молчи. То есть люди — мусор. Вот мне казалось, что они не захотят быть мусором. Я ждала, думаю, ну сейчас, ну сейчас, ну не может же быть такого, ну они сейчас выйдут, они снесут нахрен это всё. Этого не произошло. Я ошибалась. Я так переоценивала русский народ, когда я думала, что они выйдут на протест. И на сегодняшний день говорить об этом вот так массово, вести вообще эту дискуссию, когда у нас происходит вот это, ну это, знаете, это как-то даже, ну как-то неудобно, ну стыдно, некорректно. Потому что вести сейчас все дискуссии нужно о том, как остановить эту войну, как остановить Путина, как поменять режим, который сегодня сидит в Кремле и который каждый день убивает. Убивает, 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 разрушает наши города, инфраструктуру. И непонятно, когда это закончится. Поэтому всю энергию нужно направлять туда, а не вот вопрос приходит, к сожалению, времени не очень много. Хотят, кстати, уточнить по поводу Невзорова, потому что нигде не было информации, что он получил гражданство. То есть вы можете это подтвердить или это еще пока только планы предоставить ему гражданство? Я думаю, что вы можете подтвердить это у Александра Глебовича лично. По официальной информации, которая была у нас, я знаю, что он получил украинский паспорт, и он говорил об этом. Но если есть какие-то вопросы, я думаю, что можно всегда с ним связаться. Ну и в завершение тот же вопрос. Вот вы сказали, что вся энергия должна быть направлена на то, чтобы это остановить. И я с вами абсолютно согласен. Но многие задают вопрос, а как? Вот приезжали Макрон, Шольц, опять же, визит, который вызывает, я мягко формулирую, дипломатично, очень много вопросов. А что, собственно, добивался президент Франции от президента Украины? На ваш взгляд, как можно это остановить? А это уже происходит. Пока кто-то говорит, украинская армия действует. Вы знаете, вот, не знаю, мог бы кто-то другой, будучи на месте украинского народа, я имею в виду из стран, из народов, так себя повести, как украинцы. Потому что мы удивили всех, мы удивили мир. Потому что мир нам давал 24-48 часов. И всё, и все говорили, Киев падёт, Украина будет завоёвана, потому что силы-то не равны, военные силы, ну это, есть же логика, есть математика. А украинцы взяли и всех удивили, потому что они на духе, на характере, на смелости бьют просто по морде, по зубам этого зверя, у которого с клыков капает кровь, который в несколько раз больше и превосходит. Поэтому на сегодняшний момент я вижу только тот путь, который происходит. Украинская армия, украинский народ сражается, бьётся сегодня с путинским режимом за весь мир. Но весь мир нам помогает. Если Запад будет поставлять нам вооружение, всё то, что нам нужно, если Запад будет помогать нам финансово, потому что, конечно же, Россия разрушает инфраструктуру и все наши экономические вообще связи, всю нашу систему в том числе, мы будем продолжать бороться не только за себя, а и за них. И то, что мы победим, это вообще не вызывает никакого сомнения. Вопрос времени, вопрос, с какой ценой. Конечно, хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее. Ну что ж, Олеся, спасибо вам большое за то, что вы нашли время и вышли в наш прямой эфир. Олеся Басман, журналист из Украины, был основан на прямой связи. Спасибо и всего доброго. Спасибо вам. Спасибо.